Всем добрый день! Я рад вас приветствовать в своем канале. Отдельно хочу поблагодарить также все, кто помогает моему каналу, ставит лайки, пишет комментарии и присылает донаты. Сегодня мы с вами пройдемся по настройке конфигурации для терминалов на АкТелеком версии Start 2010. Первая вкладка, которую мы встречаем, это вкладка настройки передачи данных. Тут мы выбираем АПН. Можно выбрать автоматически, но лучше вставить те АПН, которые у вас есть. Пин-код для сим-карты мы оставляем свободным, если пин-код у нас не настраивается. Дальше время ожидания сотовой сети я рекомендую сюда выставлять 180 секунд. Так как я пример буду делать для настройки сервера под Виолон, то я укажу все настройки, которые работают именно под него. IP-адрес мы указываем 193.193.165.165. И для стартов у нас получается порт, который, чтобы работал, это 22.347. Дальше мы выбираем протокол, оставляем также TCP. Протокол мы оставляем также Flex. Следующий параметр мы не трогаем. Если мы отключаем передачу вне очередных сообщений, это значит, что у нас данные будут передаваться в хронологическом порядке. Кому как это важно, можно оставить. Отключить передачу текущего состояния при выгрузке архивных сообщений. Это мы не трогаем, галочки убираем. Дальше тип соединения с сервером постоянно, 90 секунд. Это все мы оставляем. Следующий режим работы, если у вас, например, машины будут кататься в тот же самый, например, Крым, то лучше оставить работать как в домашнем, роуминг, работать как в домашней сети для первой симки. В принципе, дальше настройки оставляем так. И также дальше мы выставляем автоматическое подключение к серверу DRC. DRC это автоматический сервер. На нем можно выставить там команды какие-нибудь по настройке работы. И потом он автоматически подключится, например, раз в один день и скачает эти настройки, получит команду. Тут мы указываем номер учетной записи, которая у вас прикреплена к вашему протоколу. Следующая настройка это настройка протокола. Тут мы выбираем всегда максимально последний протокол. Для того, чтобы мы могли передавать данные максимально, которые у нас есть. Следующее, что у нас есть. Так как мы не можем, системы на питание у нас, чтобы передавалось, нам нужно подключить аналоговый выход. Это вот напряжение аналогового выхода, мы ставим галку. Следующее, что мы настраиваем. Моточасы дискретные, выходы и входы настраиваются только если вы их используете. Время работы миллисекундов события это нам не нужно. Статус устройства нам нужен. Статус устройства 3 он в основном не нужен. И диагностика нам не нужна. То есть в принципе можно оставить вот такие вот галочки на данной вкладке. Следующее, очень важно, что мы оставляем галочки на следующей вкладке вот в таком состоянии. Только добавляем LBS и проверяем, что у нас был HDOP. Что касается по настройке передачи параметров DUT, это если только у нас есть. Передача акселерометр, он у нас виртуальный, работает виртуальный акселерометр довольно плохо, поэтому их можно не трогать. Дополнительные датчики тоже не трогают. Следующая важная вкладка это по настройке передачи данных на сервер. Я рекомендую оставлять примерно вот такие вот настройки. То есть сюда добавляем, что не раньше, чем через 15 минут и не раньше, чем через 15 секунд. То есть 15 метров в 15 секунд у нас будет рисоваться точка. Это в принципе достаточно для более-менее хорошей прорисовки на карте. Ну и если машина стоит, ничего не делает, то мы при стоянке ставим, что мы посылаем раз в 2 минуты. Но можно сделать раз в 900 секунд. То есть это раз в 15 минут. Это в принципе достаточно, если у вас нет каких-то специфических требований. Тут мы можем оставить обработку координат. Можем оставить в таком плане. В принципе тут вот дальнейшие настройки, которые есть, они тут выставлены по умолчанию. Они оставляются так, как есть. Следующие системные настройки. Тут мы не трогаем системные настройки, которые у нас есть. Единственные там системные настройки, которые мы можем включить, это там включить формирование дополнительных диагностических событий, если это нужно. Либо использование режима энергосбережения. Но обычно это не используется, поэтому в системных настройках максимум, что вы можете сделать, это указать пароль, который у вас будет по USB. Для паролев по SMS можно в принципе и не указывать. И номер телефона для управления тоже можно не указывать. Это не такая критическая настройка для работы. Дальше датчики работы температуры по Bluetooth. Но если они подключены у вас, тут можно включить фильтрацию, настройку этих датчиков и их работы. Дальше есть входные линии, в которых мы можем настроить, как будет работать. Это стандартная система, которая предлагает, что у нас АИН-1, это зажигание, которое по плюсу настраивается. АИН-3 бросается на плюс питание и используется в качестве определения бортового питания. Очень рекомендую их подключать отдельно зажигание и отдельно питание, так как и старт не умеют отдельно определять бортовое питание без подключения отдельного провода. Дальше работа акселерометра. Акселерометр виртуальный, поэтому его можно не трогать. Работать будет не так, как на тех, где непосредственно у вас акселерометр, он физический и там есть гироскоп. Выходная линия. Стандартно, если вы делаете блокировку на выходной линии, то это стандартная настройка. Постоянная безопасная блокировка, задержка при включении 5 секунд. Остальные настройки мы не трогаем, но можно что-то поменять. Ну и настройка Bluetooth. Если вы не используете никаких Bluetooth датчиков, то вы просто выключаете Bluetooth, он будет работать больше в энергосберегающем режиме, не будет включаться, активироваться и не будет занимать время работы, чтобы терминал не подвисал при передаче данных. Надеюсь, данное видео вам было полезно. Благодарю за внимание. Всем удачи. До свидания.